всем привет дорогие подписчики и гости моего канала отдельный привет плетунам и плетуниям а также неравнодушным к плетению изделий из бумажной лозы я не профессионал плету для себя на любительской основе так сказать что-то экспериментирую пробую каждый раз новенькая вот и на этот раз хочу поэкспериментировать со своими трубочками под надоело уже однотонные плести решила я сделать меланжик накрутила накручены трубочки как крутить из какой бумаги какой клей как красить у меня много есть информации подробной моем вывести плетение из бумажной лозы вот и сейчас хочу с вами поделиться тоже вместе буду красить для меланжа я приготовила несколько видов морилок это водные у меня морилки здесь у меня мука махагон поставила на всякий случай клен клен ты мой опавший клен заледенелый дуб золотая цепь надо бетон и вот лиственницу взяла вот для начала посветлее я уж тут начала красить вот сейчас покажу вот сначала серединке начала лиственницы красить берем все очень просто я думаю должно получиться чего нибудь то так вот у меня все страшненькое платочек страшненький юночка рабочие перчатки тоже видавшие виды это не мастер-класс это просто вот показываю как делаю я может быть ничего получится то у меня вот так вот окрашиваем не обязательно чтобы четкие границы были не обязательно чтобы разделение было можно сделать и поменьше серединку нужно побольше прокрасы сделать вот такой своего рода и будет у нас милаш можно и поменьше вот так вот сделать но начну я вот и говорю что с лиственницей серединка мне будут морилка лиственница покажу что буду дальше делать вот девочки я тут уже накрасила лиственницей она еще такого плачута не высоко но цвет вот смотрите какой у лиственницы эти желтизной такой дальше дальше я наверно сейчас буду красить или дуб или мокко наверное я возьму давайте дуб этой вот варилочкой сейчас нальем дубика кисточкой немного расход идет когда красишь морилки расходуется вот вот так вот заходим немножко на лиственницу и снова все покрашиваем чуть-чуть так вот я с одной стороны хочу можно конечно смешать морилку в разных пропорциях чистую морилку потом можно развести один там допустим двум один приум можно милаш делать и так вот немножко подсохнет я вам покажу так сейчас буду дальше красить так девочки смотрите какая получилась у меня уже красота мне уже нравится вот смотрите такой цвет но это еще они влажные так что же я придумала придумала я красить наверное сейчас буду вот наверно мука мука вот эти кончики я покрашу на поток процессе посмотрю что будет пока не мукрыт они конечно не видно можно было окунуть конечно бутылочку хочу чтобы они мне побыстрее высохли кисточками лучше вот такой цвет получается так что там и трубочка не то . не так лежала вот эти немножко немножко потемнее такой цвет будем дальше красить девочки еще знаете что пока не забыла вам сказать вот лучше конечно вот красить кисточкой не надо вот потом делать вот окунание я попробую окунанием сделать и она как граница вот такая вот все-таки очерченная есть там небо хотелось бы чтобы она вот плавненько вот переходила вот цвет цвет ну вот с такой вот красненькой у меня получилось вот потемнее вот видите идет сейчас я знаете хочу вот у меня остался тут клён я сейчас буду разбавлять посмотрю какой мне цвет устраивает все-таки к ним тоже темнее делается вот сейчас попробую один к одному покрасить вот у меня устроит если цвета я буду красить вот остались вот кончики у меня дискрутка даже не знаю оставить так или еще разбавить как показать ничего не видно в общем я еще добавила сюда водички у меня получилось с 1 к 2 две части воды и на часть клюна морилки сейчас я покрашу и вам покажу девочки ну вот я прям пищу от восторга как я в них уже влюбилась вот они еще в таком мокром виде еще сырые сейчас их положу на просушку вот такая вот красота это того стоит вот пусть немножко конечно она подольше красится я еще не знаю что буду плести было задумано одно ну наверное я другую чунику слету пока сохнут я надумаю просто красота вот они высохнут и я потом их обработаю перед плетением лак плюс вода может даже покажу какие они получились а пока вот так вот красивучее не знаю камера так может и не передают но мне очень нравится прям нравится нравится прям вообще прям я балдею от этих трубочек вот можно экспериментировать особенно мне кажется подойдет для этого случая утилизация морилок всевозможных когда остатки остаются вот у меня тоже недавно остатки оставались но я их все смешала и покрасила трубочки второй раз уже красила колером вот если будет время я вам покажу и сниму ролик что я буду плести вот этими трубочками так что не уходите оставайтесь со мной подписывайтесь но я вам еще покажу я вам еще покажу что получилось при обработке трубочек какие они будут красивучее-прекрасивучее мне так нравится кстати девочки вы начал сушить все трубочки на чем только я не сушила и на клеенки и на картонке и на бумаге кто-то сушит на какие-то решетках вот я приспособила пластиковые такие вот обрезки от ремонта оставшие от разложила вот моя красота сушится трубочки у меня высохли но не так уж сильно не до полного высыхания их обработала акриловым лаком пополам с водой вот получился такой вот как кленовый листочек такого 3 добивалась эффекта такой лак использую здесь он у меня правда глянцевый бесцветный естественно у нас не было в магазине другого какой привезли да ничего мне такой нравится эффект трубочки не совсем и блестят можно сказать вообще не блестят они уже становятся пластичными я еще подумаю что из них сплести минут а пока положу в морозилку кому понравилось мое видео ставьте пальчик вверх кому не понравилось пальчик вниз аргументируйте свою позицию что что не так но я говорю что я не профессионал я любитель плиту для себя в основном ну и кто еще попросит так что всем приятного просмотра и до встречи пока пока